Молекулярная диагностика Молекулярная диагностика Молекулярной терапии А в рамках того, что делают Молекулярные генетики, только две позиции Это мутации в гене БРК1 и мутации в гене Пиатрикиназа БРК1, БРК2 мутация Это самое частое Наследственное заболевание у человека На сегодняшний день, если вы возьмете здоровых Людей и будете анализировать гены БРК1, БРК2 Примерно в одном случае Через 200 и 300 вы обнаружите мутацию Здесь существенный Вклад в заболеваемость раком молочной Железы, на эти два гена Приходится где-то от 5 до 8 процентов Заболеваемости Самое существенное Дело в том, что мы сами 20 лет назад Когда не было ни экономических Возможностей в стране, ни технических Пытались Что-то делать в этом направлении С удивлением обнаружили, что да, действительно У славянского Населения России и приграничных Славянских государств Примерно 50 процентов Мутаций Приходится на так называемые Повторяющиеся мутации Которые можно выявить при помощи ПЦР Но сейчас, спустя 20 лет Надо твердо заявить Эпоха ПЦР-диагностики прошла ПЦР-тесты Надо ликвидировать Наши собственные данные Полученные на тех же славянах Показывают, что если мы делаем нормальный анализ Вместо ПЦР Мы в 2-3 раза Увеличиваем количество носительниц Которых мы выявили Что еще важно Что у нас же все-таки 20 процентов населения России Это не славянские народы У них вообще ПЦР-тесты являются грубейшей ошибкой Посмотрите Я с удовольствием Много раз уже показывал Нашу собственную работу Где мы Очень тесно сотрудничаем С онкологическими учреждениями Северного Кавказа Посмотрите, какое здесь разнообразие мутаций Для каждой республики Свои характерны Но при этом Славянских мутаций Здесь нет вообще Ну На самом-то деле Это очень хорошо Что на сегодняшний день У нас очень хорошее условие Для диагностики Наследственного рака Молочной железы Предоставляет государство Все это Можно делать в рамках ОМС Причем покрывается По большому счету Все, что нужно Рак молочной железы Рак яичника Рак простаты Рак поджелудочной железы К счастью Когда организовали Референс-центр Эта диагностика Стала абсолютно доступной И мы с большим удовольствием Взяли на себя Эти функции Референс-центра И очень стараемся Энергично в этом направлении работать Что сделать Чтобы диагностика Соответствовала современным стандартам ОМС покрывает БРК-1, БРК-2 Но этого мало Потому что, во-первых Есть целый ряд тестов Которые нужны Для пациенток С раком молочной железы Это мутация в гене ППСА3 Синдрома Лимфрумени ПИТЕН Они пока в покрытие не входят Но мы в добровольном порядке Эту панель включили Во-вторых Есть гены Которые эквивалентны По своей функции БРК-1, БРК-2 Вот они перечислены Их еще несколько есть На сегодняшний день У нас в панель Включают уже 16 генов Наследственного рака Которые либо Нужно делать С точки зрения Предрасположенности Либо не только Предрасположенность Но и лекарственная терапия Что очень важно Что всю карьерскую доставку И возврат материала Институт берет на себя Посмотрите Здесь представлена Моя контактная информация Телефон Электронная почта Мы рады сотрудничать Потому что Как федеральный Референс-центр Мы вправе Сотрудничать С любым Медицинским учреждением Страны Что еще важно Понимать Если брать Отдельную Локализацию Рак простаты Там рекомендации Включаются Не только Тест на наследственную Мутацию Но и Тест на ЧРР Пожалуйста Если вы присылаете К нам Пациентов с раком Простаты Можно приложить Кровь Это пробирки С ДТА Еще и опухоль Мы сделаем Тест на ЧРР Очень важно Понимать Что Сами эти тесты Делаются Вне зависимости От даты Постановки Диагноза Если женщина Заболела 10 лет назад И у нее Были клинические Признаки Наследственного рака Это либо Возраст до 50 лет Либо наследственный Анамнез Либо билатеральный Рак молочной железы Либо трижды Негативный рак Все равно Слесообразно Сделать ей Подобный тест И вне зависимости От стадии Заболевания Потому что Когда мы говорим О диагностике Наследственных раков Это не только Назначение пара Ингибиторов Где есть Колоссальная Информационная Поддержка Но и Диагностика Предрасположенности Что очень важно Если мы Обнаружили Мутацию У нас В лаборатории То родственников Мы Обследуем Бесплатно Это наша позиция Что все-таки Вся эта диагностика Должна носить Характер Законченного Случа Ну опять же Что касается Обследования Родственников То это наша Инициатива Потому что МЭС на сегодня Покрывает Только Расходы На Обследование Онкологических Больных Тех Кто еще Здоровый Тут пока Не предусмотрено Никаких Государственных Систем Государственного Покрытия БРК Мутации Получили колоссальную Информационную Поддержку Здесь есть Прекрасная Мишень Потому что БРК Дефицитные Клетки Они не Способны Справляться С двунетевыми Разрывами ДНК И поэтому Те препараты Которые Вызывают Двунетевые Разрывы ДНК Они чрезвычайно Эффективны Это и парпингибиторы У нас в стране Два Аллапарип Талазопарип Это и более простые Препараты Производные Платины Циклофосфамид Антрациклины Они фактически Обладают Очень близким По существу Механизмом Действия Соответственно Очень важно Понимать Что на сегодняшний день В основном Это информационная Поддержка Назначению Парпингибиторов И при этом Лечащие врачи Очень часто Заболевают Что если Вы обнаружили БРК-носительницу Вы не только Должны назначить Правильное лечение Учесть эти данные Предназначения лечения Но и обследовать Всех родственников Первой линии Кто такие родственники Первой линии Это родители Это взрослые братья и сестры И взрослые дети Если дети достигли Взрослого возраста Причем существенно Что риск передачи Мутации БРК-1 БРК-2 Он одинаковый В отношении Мальчиков и девочек Мужчин и женщин Правда я соглашусь Что для женщин Подобное носительство Более опасно Потому что Наибольшая все-таки Ассоциация Для БРК-мутации Это с риском Рака молочной Железы И яичников Есть очень много Попыток Обнаружить Опухоли Которые По своей Лекарственной Чувствительности Идентичны БРК-1 БРК-2 Ассоциированным Опухолям Но при этом Не имеют Мутации В генах БРК С одной стороны Это анализ Генов Которые По своей функции Эквивалентны БРК-1 БРК-2 Вот они Здесь перечислены А с другой стороны Это анализ Хромосомной Нестабильности В целом Анализ Паттерна Структуры Хромосом У нас Опять же Этот тест Разработан И На сегодняшний день Вот этот тест На Homologous Repair Deficiency Дефицит Гомологичной Рекомендации ДНК Рекомендован Для решения Вопроса Поддерживающей Тропе Рака Яичников Опять же Там были Телефон Контактные Координаты Этот тест Мы делаем В рамках Спонсорских Программ Эта Методика У нас Она Абсолютно Рутинная Это регулярная Наша работа Мутации В гене Пиатрикеназа Мутации В гене Пиатрикеназа Приводят К тому Что клетка Увеличивает Жизнеспособность И не отвечает На стандартную Терапию В частности На эндокринную Терапию Отсюда Очень убедительные Результаты Клинических Испытаний Если у пациентки В рецептор Позитивной опухоли Присутствует Мутация В гене Пиатрикеназа То здесь Целесообразно Добавлять К эндокринной Терапии К поливестранту Ингибитор Пиатрикеназа Алпелиси Посмотрите Здесь примерно В три раза Увеличивается Время До прогрессирования Проблема Опять же Заключается в том Что мало Говорить о необходимости Теста Нужно его Хорошо делать Я рассказывал Про БРК Где на мой взгляд Очень злоупотребляют Используя ПЦР ПЦР Вместо Полноценного НЖС И где Не всегда Исследуют Все гены Которые Нужно исследовать В отношении Анализа Соматических Мутаций Здесь Другая Сложность Здесь Для начала Нужна Морфологическая Проработка Дело в том Что опухоль Содержит Как опухолевые Клетки Так и нормальные В нормальных Клетках Мутации Нет Они есть Только в Опухолевых Клеток Поэтому сначала Надо Выполнить Диссекцию Опухолевых Клеток А дальше Уже Выбор Методов Опять же На сегодняшний День Пытаются Делать Диагностику Мутации Генепиатрикиназа При помощи Так называемой Аллели Специфической ПЦР Здесь у нас Две реакции Одна на Наличие Мутации Той или иной Другая на Отсутствие Делаются Тесты на Самые частые Мутации По совокупности Ставится результат Другая Способ Это полностью Прочесть Последовательность Секвенирования Эти методы Несамодостаточные ПЦР Выявляют Только частые Мутации Пиросеквенирование Не очень Эффективно Когда В опухоли Низкое Содержание Опухолевых Клеток Мы Уже Несколько Лет Сознательно На все Мутационные Тесты Используем Сочетание Этих двух Методов Комплементарность Этих методов И вот Посмотрите Наши Собственные Данные У нас Не только Сроки Выполнения Тестов Очень хорошие Мы сейчас Любой Тест Пиатрикеназа Делаем До двух Недель Частота Мутации Одна из самых Высоких В мире Посмотрите 40% Почему так Потому что С одной стороны Мы выявляем Все частые Мутации А с другой С другой Выявляем И редкие Мутации Существенно Что клинические Данные Показывают Что у редких Мутаций Клиническая Значимость Такая же Как у часто Здесь На самом-то Деле Продолжаются Активности Которые Опять же Имеют Спонсорскую Поддержку Во-первых Мы продолжаем Исследование По всей Стране Эпидемиологии Этих Мутаций Биатрикеназа Во-вторых Здесь Иногда Мы сталкиваемся С тем Что врачи Не хотят Заниматься Отправкой Материала В этом Плане Я готов Понимать Что у них Загрузка Высокая Есть Программа Активный Пациент Где И пациентка Сама Может Позвонить На горячую Линию И вызвать Курьера И сама Заниматься Отправкой Материала И Получением Результата Опять же Здесь все Контактные Координаты Есть Или можно Ко мне Обращаться Я всю Эту информацию Предоставлю Полное Геномное Профилирование Подразумевается Что мы берем Опухоли Мы анализируем Все мутации Которые Известны В онкологии Практически Не только БРК-1 Но например В каждой опухоли Есть бесконечно Исчезающий Шанс Обнаружить Совершенно Нетривиальные Мишени Ну например Мутации В генах Бераф Транслокации И так далее Для подобного Полного Деномного Профилирования Необходимо Использовать Тест Секвенирования Нового поколения НГС Ну опять же У нас Свои наработки У нас есть Универсальный Тест Он так и называется Универсальный НГС Панель Для Персонализированного Подбора Терапии Этот тест Делает все Все мишени Включая Не только Отдельные гены Но и Микросателитную Нестабильность Включая Совокупную Мутационную Нагрузку Получается Что это Очень эффективный Тест Ну С другой стороны Что честно говоря На мой взгляд Использовать Его нужно Только для Отдельных Категорий Пациентов И пациенток Потому что Все-таки Здесь ожидания Должны быть Адекватны Вероятности Получения Результата В 2020 Году Очень важную Организационную Организационную Усилие Сделало Наше государство Федеральные Онкологические Институты Повел Право Работать В рамках Референс Центра Это означает Что мы Имеем Специализированные Мощности По морфологической Молекулярной Диагностике Мы В праве Принимать Биологический Материал Со всей Страны Ну В этом Плане Мы стараемся Быть Очень удобными Для работы У нас Не только Технологии На высоком Уровне Но и Сервис На хорошем Уровне Я уже Говорил Что например Доставка Курьерская Доставка И возврат Материала Делается Полностью Усилиями Нашего Учреждения Что очень Важно Это тоже Большое Преимущество Мы работаем Только в рамках Законодательства Российской Федерации Что это означает К мутациям Которые мы Находим Очень большой Интерес Потому что Все эти мутации Связаны С назначением Орфанных Препаратов И вот эта Информация Где обнаружены Пациенты Нуждающиеся В дорогостоящих Препаратах Она очень Можно понимать Где появились Пациенты Которые Нуждаются В дорогостоящем Лечении Мы Очень твердо Стоим На позиции Что мы Не делимся Эти данными Абсолютно Ни с кем Если вы Направили К нам Материал На анализ То будьте Уверены Что этот Материал Результат Вернется Только к вам Мы не Участвуем Никаких Мошеннических Фиктивных Программах По сбору Статистики По сбору Сведений О мутации Таким образом Очень важно Что мы Работаем В Полном Соответствии Со всеми Регулирующими Документами Которые Подразумеваются Что все Что делается В рамках ОМС Я говорю Именно ОМС Система Обязательного Медицинского Страхования Все эти Результаты Отправляются Только в Отправившие Учреждения Ну Что очень важно Что у нас Довольно Много научных Программ Продолжается Потому что В частности Я с удовольствием Показывал Нашу работу По мутациям У пациенток Северного Кавказа Это Важнейшее По своей Моему Научному Содержанию Работы Мы довольно Много Инициативных Проектов Продолжаем И очень Приветствуем Инициативу С вашей стороны Мы очень Стараемся Взаимодействовать С учреждениями Именно В первую очередь В рамках Исклетовского Проекта Сейчас Много Участников Появилось Которые Говорят Что они Могут Делать И молекулярную Диагностику И морфологическую Диагностику Надо понимать Что все это Не аппаратное Решение На сегодняшний день Для того Чтобы делать Полноценный Молекулярный Анализ Мало Купить ПЦР Прибор Который Изображен Здесь На картинке Надо иметь Целый комплекс Специалистов И целый комплекс Оборудования Ну Посмотрите На самом-то деле Когда мы говорим О полноценной Постановке Диагноза Это не один Метод Это совокупность Различных Технологий ПЦР в режиме Реального времени Секвенирование Нового поколения Здесь разные Приборы С разным Предназначением Одни Для анализа Несколько Генов Другие Для анализа Несколько Сотен генов Они не являются Взаимозаменяемы Обычное Секвенирование Так называемое Пиросеквенирование Это только примеры Технологий Которые Необходимо Применять Для того Чтобы правильно Организовывать Диагностику Другая Специфика Современная Диагностика И морфологическая И молекулярная Подразумевает Сочетание Компетенций Нет у нас На сегодняшний день Специалиста Который Знает Всю морфологию Онкологическую От и до Всегда есть Какие-то Специализации Нет специалистов Которые Хорошо знают Всю молекулярную Диагностику Здесь требуется И специалисты По наследственным Заболеваниям И специалисты По интерпретации Результатов И специалисты По анализу Соматических Мутаций И специалисты По выполнению Секвенирования Нового поколения И биоинформатика И клиническая Экспертиза Поэтому Существенно Что если Брать опыт Зарубежных Центров То там Подобные Мероприятия Делаются В специализированных Учреждениях Где есть Критическая масса Специалистов Ну и посмотрите У нас Несколько десятков Человек Работает Это крайне важно Потому что Мы все Дополняем Друг друга Своими Знаниями И своими Навыками Большое Спасибо За Внимание Продолжение следует Продолжение следует